Плавно, размеренно и без суеты. Так можно описать действия желтых игроков из Барнаульского волейбольного клуба «Университет» в игре против Тархана и Стерли-Тамака, а не в синем. Соперники сошлись в рамках предварительного этапа чемпионата России среди команд высшей лиги А. Первую партию против гостей наши студенты выиграли со счетом 4-1, поэтому ко второй игре изучили соперников досконально. Ну, во-первых, подали подачу в нужного человека, сыграли на блоке по схеме соперника. То, что разбирали, то и, ну, кратче сказать, что выполнили установку тренера. И все. Я думаю, в этом заслуга такая. Дело не только в нужной тактике, но и в опыте. У «Университета» более возрастные игроки по сравнению с молодежью из Башкирии. Поэтому передачи, блоки, доигровки и почти все приемы шли куда лучше. Именно на подачах больше всего сложности и испытывали игроки Тархана. Агрессивные удары – это рискованный шаг, который мог выбить из колеи студентов, считает тренер университета. Однако провернуть трюк не удалось. Возможно, из-за секретного оружия в виде полного зала барнаульских болельщиков, которые то и дело провоцировали соперников попасть в сетку. Игроки из Башкирии бились достойно. Особенно во втором сете, где периодически перегоняли студентов на пару очков. Но, несмотря на все старания, встреча завершилась в пользу университета. 3-0. Таким образом, барнаульский клуб оформил восьмую победу подряд. Три недели не играли. И получилось, в каких-то моментах мы под соперника подстраивались. Они не очень начинают ошибаться. Мы начинаем ошибаться. Если вы заметили, оторвемся на 3-4 очка. И тут же выраиваемся. Однако отсутствие практики дело поправимое, считает тренер. Ведь уже 18 и 19 ноября игроки университета встретятся с игроками клуба Тюмень на их территории. А уже в начале декабря домашние матчи пройдут с командой «Локомотив изумруд» из Екатеринбурга. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.